Тело и масса 2 килограмма бросили под углом к горизонту. В верхней точке траектории на высоте 20 метров его генетическая энергия равна 100 джоу. Определите модули направления начальной скорости тела. Сопротивление воздуха не учитывайте. Для начала запишем данное. Масса тела 2 килограмма. Высота точки B равняется 20 метров. HB это максимальная высота. Кинетическая энергия в точке B равна 100 джоуль. Ускорение свободного падения G равняется 10 метров на секунду в квадрате. Найти начальную скорость V0 неизвестно. Найти угол альфа. Альфа неизвестно. Угол альфа это угол под которым тело брошено под углом к горизонту. Сделаем схематический рисунок. Напишем формулу кинетической энергии. E кинетическая равняется mv квадрат деленное на 2. Напишем формулу потенциальной энергии. E потенциальная равняется mgh. Эти формулы нужно знать. Воспользуемся законом сохранения энергии. Энергия в точке A равняется энергии в точке B. Так как по условию задачи сказано, что сопротивлением воздуха можно пренебречь. Энергия в точке A будет равняться сумме кинетической и потенциальной энергии в точке A. То есть, E кинетическая A плюс E потенциальная в точке A. Кинетическая энергия в точке A это mv нулевое квадрат деленное на 2. Плюс потенциальная энергия в точке A. Это rgh. Высота hA равняется нулю. Тогда у нас получается, что энергия в точке A будет равняться mv нулевое в квадрате деленное на 2. Энергия в точке B будет равняться сумме кинетической и потенциальной энергии в точке B. То есть, E кинетической в точке B плюс E потенциальной в точке B. Кинетическую энергию мы не будем прописывать, так как кинетическая энергия в точке B числена нам известной. Плюс потенциальная энергия в точке B. Это mghB. Приравняем энергию в точке A к энергии в точке B. Тогда у нас получается mv нулевое квадрат деленное на 2 равняется E кинетической в точке B плюс mgh в точке B. Выразим отсюда скорость v нулевое квадрат. Для этого домножим все наше выражение на множитель 2 деленное на m. Тогда у нас получается, что v нулевое квадрат равняется 2 деленное на m умножить на скобку E кинетической в точке B плюс mghB. Выразим отсюда v нулевое. Тогда у нас получается, что v нулевое равняется 2 деленное на m умножить на скобку E кинетической в точке B плюс mghB. И все это под корнем. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда у нас получается... Посчитав, получаем, что v нулевое равняется 22 метра на секунду. Спроекцируем начальную скорость на ось OX и OY. И рассмотрим треугольник КТМ. Треугольник КТМ у нас прямоугольный. И мы можем написать косинус угла альфа. Косинус угла альфа равен отношению прилежащего катета, это v нулевое x, на гипотенузу, это v нулевое. v нулевое x равняется скорости v в точке B, так как по оси у x нет никакого ускорения. Рассмотрим кинетическую энергию в точке B. e кинетическое в точке B равняется mv квадрат, деленное на 2. Выразим отсюда v квадрат. Для этого домножим все наше выражение на 2, деленное на m. И тогда у нас получается, что v квадрат равняется 2 e кинетическое в точке B, деленное на массу. Или скорость v будет равняться 2 e кинетическое в точке B, знаменатель масса. И все это подкорриваем. Соберем все воедино. Подставим наше v и v нулевое, которое мы получили ранее. Выражение для косинуса. Тогда у нас получается, что косинус угла альфа будет равен v нулевое x, это 2 e кинетическое в точке B, деленное на m. И все это подкорриваем разделить на v нулевое. v нулевое это 2, умноженное на e кинетическое в точке B, плюс mgh в точке B, знаменатель масса. И все это подкорриваем. Деление корней это корень от деления. Тогда у нас получается 2 e кинетическое в точке B, разделить на массу. При делении тропь делителя переворачивается. И тогда у нас получается умножить числитель масса, знаменатель 2, в скобках e кинетическое в точке B, плюс mgh в точке B. И все это выражение подкорриваем. Сократим массу, сократим 2, и тогда у нас получается, что косинус угла альфа будет равен числитель e кинетическое в точке B, знаменатель e кинетическое в точке B, плюс mgh в точке B. И все это подкорриваем. Подставим сюда наше значение, найдем результат. Посчитав, получаем примерно 45 сотых. Тогда у нас получается, что косинус угла альфа равен 45 сотых. Отсюда следует, что угол альфа примерно равен 63 градуса. Запишем ответ. Начальная скорость V0 равняется 22 метра на секунду. Угол альфа равен 63 градуса. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Субтитры создавал DimaTorzok